МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1924 год. Не так давно отгремела гражданская война. Молодое советское государство переходило к мирному пути развития. Возрождалось сельское хозяйство, восстанавливались фабрики и заводы. Послевоенные изменения затронули и вооруженные силы страны. В рамках военной реформы началось сокращение численности Красной Армии. Это позволило значительно уменьшить расходы на ее содержание. Помимо этого, в войска стали поступать первые отечественные образцы боевой техники. На фоне всеобщей реорганизации не обошли стороной и такой важный армейский атрибут, как военная одежда. Вопрос о замене обмундирования возник еще после окончания гражданской войны. Принятая в 1922 году военная форма была неудобна и малофункциональна. Кроме этого, не удалось добиться снижения затрат при ее производстве. Помимо военной формы, много вопросов вызывали и знаки различия. Они были не информативны, а их многообразие запомнить было очень сложно. В ноябре 1923 по заданию председателя Реввоенсовета СССР Льва Троцкого была создана комиссия по разработке новой одежды. Уже к началу следующего года стали появляться первые проекты. Они передавались на утверждение в Реввоенсовет. С мая по июнь 1924 была введена новая военная форма для сухопутных войск. В качестве летних вещей приняли Фуражку Шаровары и рубаху В качестве зимних вещей приняли Шинель Шаровары и рубаху Френч Вместе с новой формой были внесены изменения и в знаки различия командного состава. С рукавов убрали клапан и звезду, а суконные треугольники, квадраты и ромбы заменили металлическими меньшего размера. Их разместили на петлицах вместо шифровок. Так выглядел красноармеец в форме образца 1924 года. Что касается покроя одежды, то различий между рядовым и командиром по-прежнему не было. При разработке новой формы постарались учесть многочисленные замечания личного состава. Рассматривали различные варианты военной одежды, включая и зарубежные аналоги. Например, образцом для зимней рубахи послужил китель английского типа с четырьмя накладными карманами. Этот китель назывался Френч по имени английского генерала Джона Френча. В России такая одежда появилась еще во время Первой мировой войны. Конструкция была настолько удачной, что носили ее не только военные, но и гражданское население. Этот китель и взяли за основу. Немного изменив покрой, комиссия утвердила его как зимнюю рубаху Френч для всего личного состава. В дальнейшем название немного сократилось. Слово «рубаха» убрали. Получилось более лаконично, Френч. Но основой для новой одежды послужили не только зарубежные образцы. В качестве летнего головного убора была возвращена проверенная Первой мировой войной фуражка. Покрой шинели окончательно вернулся к исходному дореволюционному образцу. Для примера рассмотрим несколько визуальных отличий шинели. В левой стороне кадра образец 22-го года, а в правой — 24-го. На шинели нового образца борт сделали прямой. Убрали нагрудные клапана и карманы. Немного изменили покрой обшлагов. Перетерпела изменения и летняя рубаха. На ней также убрали клапана. Добавили нагрудные карманы. Увеличили длину нагрудной планки. В июне 1924-го большинство предметов новой одежды было утверждено. Но буквально через месяц Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков одобрил переход к принципу единоначалия. Согласно этому принципу, командирам предоставлялись более широкие полномочия, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей. С переходом к единоначалию поменялась и концепция военной формы. Потребовалось усилить внешний вид начальствующего состава. В связи с этим уже существующий образец зимней одежды внесли изменения. На рубахе «Френч» вместо прорезных нижних карманов сделали накладные. Немного поменяли конструкцию покроя. Теперь командный состав можно было отличить не только по знакам должностного положения, но и по одежде. В августе 1924-го все изменения, касающиеся одежды, были окончательно утверждены. Но в армии новая форма стала появляться только к началу следующего года. На февральском параде 1925-го можно было увидеть обмундирование двух видов. Вот по Красной площади проходят солдаты в одежде образца 1922-го года. А это уже в одежде образца 1924-го. С развитием Красной армии совершенствовалась и ее организационная структура. В апреле 1924-го года Красный воздушный флот стал самостоятельным видом вооруженных сил. Это были уже военно-воздушные силы СССР. В связи с этим командование ВВС направило в Реввоенсовет предложение о создании особой военной формы. Такие предложения поступали от руководства воздушного флота и раньше, но оставались без внимания. И только в августе 1924-го вышел приказ, согласно которому в авиации устанавливалась своя форма. Фактическим руководителем военного ведомства в 1924-м году являлся заместитель председателя Революционного военного совета СССР Михаил Фрунзе, чей ближайший соратник по гражданской войне, Иосиф Карлович Гамбург, являлся помощником начальника военно-воздушных сил по снабжению. Пользуясь неограниченным доступом к высшему военному руководству, товарищ Гамбург очень сильно способствовал продвижению проекта собственной формы одежды для военно-воздушных сил. Как ни странно, покрой новой одежды военно-воздушных сил оказался сильно приближенным к общевойсковому. Только в мирное время летчикам полагалось носить форму темно-синего цвета, а в военное – защитного. В качестве головного убора, как для лета, так и для зимы, была принята фуражка темно-синего цвета. Впервые и только для командного состава военно-воздушных сил вместо шинели утвердили пальто. Так должен был выглядеть военнослужащий ВВС в форме образца 1924 года. Но по большей части эта форма в авиации так и не появилась. Только начали налаживать ее производство, как от командования ВВС пришел приказ о приостановке выпуска. Дело в том, что в марте 1925-го председатель РФ военсовета Михаил Фрунзе подверг темно-синюю форму авиации острой идеологической критики. В то время как сухопутные войска имеют четкое разделение в зимней одежде между рядовым и командным составом, форма военно-воздушных сил такого разделения не имеет. Настоятельно рекомендую разобраться в сложившейся обстановке. Стараясь исправить ситуацию, начальник ВВС Петр Баранов представил Фрунзе проект новой одежды. 6 ноября 1925 года, внеся некоторые изменения в первоначальный вариант, РФ военсовет утвердил форму для военно-воздушных сил. В соответствии с приказом рядовой состав получал общевойсковую одежду. А вот зимняя форма начальствующего состава выгодно отличалась. В список вещей входили брюки, бриджи, френч английского образца, рубашка цвета хаки в сочетании с галстуком того же цвета. Так выглядел командный состав военно-воздушных сил в зимней одежде образца 1925 года. Цвет формы изменили с темно-синего на защитный. Вместо пальто была введена пехотная шинель. В качестве летней одежды командному составу ВВС оставили общевойсковую форму. Итогом проведенной реформы стали «Правила о форме одежды военнослужащих РКК», опубликованные в 1926 году. В Красной Армии такие правила выпустили впервые. В первую очередь одежда теперь различалась по служебному признаку. То есть, что носить рядовому и что носить командиру. Также начальствующему составу официально ввели снаряжение. Ноган в кобуре, шашка на боку стали не только символами командирского достоинства, но и обязательным элементом военной одежды. Помимо этого, правила подразделяли форму на летнюю и зимнюю, а по назначению – на повседневную, караульную и походную. Что касается деления на летнюю и зимнюю одежду, то тут было все просто. В теплый сезон надевали летние шаровары, рубаху и фуражку. В холодный период – зимние шаровары, рубаху и буденушку. Шинель считалась главным предметом обмундирования красноармейца. Она использовалась и летом, и зимой. Более серьезно звучали слова «повседневная», «караульная» и «походная» форма одежды. Правда, на поверку выходило, что в этих разделениях не было ничего глобального. Для примера рассмотрим летние обмундирования. Фуражка, рубаха, шаровары и сапоги – это была повседневная форма одежды. Караульная форма представляла собой повседневную, но с присвоенным по роду войск оружием и одной патронной сумкой. Такую форму носили при наряде в караул, на парадах, в дозоре. Походная форма также состояла из повседневной одежды, только дополнительных предметов было больше. Помимо оружия в эту форму входили две патронные сумки, патронтаж, гранатная сумка, противогаз, вещмешок, котелок, фляга и саперная лопатка. Походная форма одежды носилась во время войны, а также на маневрах и на инспекторских смотрах. Форма одежды Красной Армии частично менялась и после проведения военной реформы 24-го года. Изменения касались в основном головных уборов и некоторых предметов обмундирования сухопутных частей и военно-воздушных сил. Например, к концу 26-го года для зимней одежды командного состава ВВС установили темно-синий цвет. Рубашка при новой форме теперь была белой, а галстук – темным. В 29-м году рядовому составу всех родов войск были пошиты летние и зимние рубахи нового образца. Основное их отличие – отмена на грудной планке закрывающей пуговицы. Но, пожалуй, одним из главных событий, произошедших в конце 20-х годов, стало появление такого термина, как «табельное» и «нетабельное» обмундирование. Военнослужащий, получающий вещевое имущество в соответствии с установленными нормами, имел право на определенный необходимый набор предметов одежды. Такое обмундирование называлось «табельным» и выдавалось военнослужащим бесплатно. Однако правилами ношения формы одежды всегда предполагали использование некоторых предметов сверхустановленных норм. Такое обмундирование приобреталось начальствующим составом за деньги и называлось «нетабельным». Эту одежду не разрешалось носить на парадах и смотрах. Официально «нетабельное» обмундирование появилось в 1926 году. Тогда начальствующему составу разрешили носить за свой счет особую форму. Она состояла из кителя и брюк на выпуск. Вместо сапог надевались гражданские ботинки. В дальнейшем такое нововведение привело к возникновению целого ряда вещей. В 1927-м разрешили носить белую рубаху. Спустя несколько лет на летний период утвердили плащ-пальто, а на зимний – бекешу и шапку. Все-таки начальствующий состав получал немалое по тем временам денежное пособие и мог себе позволить выгодно отличаться от рядовых. В 1932-м году утвердили очередные правила ношения формы одежды военнослужащих Красной Армии. Как и прежде, они разделяли военную форму по времени года и по назначению. По сравнению с предыдущими правилами, способы ношения отдельных элементов обмундирования здесь были описаны более подробно. К примеру, Буденовку разрешалось носить с опущенными отворотами только при морозе ниже 6 градусов. Регламентировалось и ношение огнестрельного оружия. При нахождении на территории части командный состав был обязан иметь при себе пистолет. А вот холодное оружие, сабли, кинжалы перестало быть элементом повседневной военной формы. Его ношение допускалось только в строю и в нарядах, причем только тем, в чьи обязанности входило его применение в бою к аварьеристам и конным артиллеристам. В общем, постарались учесть все нюансы, связанные с ношением обмундирования. Еще одним видом одежды, неразрывно связанным с военной формой, было специальное обмундирование, или спецодежда. Вопрос о ее создании постоянно возникал у военного руководства. Во-первых, при обслуживании военной техники горюче-смазочные материалы пачкали и разъедали одежду. А спецодежда позволила бы существенно увеличить срок службы основной формы. Во-вторых, некоторым родам войск стандартное обмундирование Красной Армии не совсем подходило для выполнения поставленных задач. Первые проекты специальной одежды начали разрабатывать еще в 1922 году. И касались они в основном авиации. Но эти планы в большей степени остались на бумаге. Спустя два года разработали и утвердили новые образцы уже для всех родов войск. Предметов спецобмундирования было достаточно много. Техническому составу предусмотрели комбинезоны для работы в летний период. Для ношения в зимнее время полагались теплая куртка, шаровары, валенки, кожаные и шерстяные перчатки. Была утверждена даже такая деталь одежды, как теплые кальсоны. Но, пожалуй, самое большое внимание уделили летному составу. Список включал 18 пунктов. Как говорится, на все случаи жизни. Основной упор делался на удобство спецодежды и ее качество. Поэтому многие элементы изготавливали из кожи. Этот материал наиболее прочен и лучше всего защищает от ветра. На протяжении последующих лет спецобмундирование Красной Армии подвергалось различным изменениям. Основной целью было усовершенствование одежды, а также расширение списка предметов. Например, в 1926 году для летчиков утвердили летнее кожаное пальто, более известное под названием реглан. Собственно, в самом названии и был заложен смысл конструкции. Реглан — это одежда определенного покроя, при котором рукав составляет с плечом единое целое. Этот вид одежды еще в 19 веке предложил британский фельдмаршал Джеймс Сомерсет Лорд Раглан. Отсюда и пошло в дальнейшем популярное название реглан. Пальто оказалось настолько удачным, что многие летчики предпочитали носить его вместо шинили. В дальнейшем конструкция реглана получила доработку. Его стали использовать в качестве комбинированного пальто. Для этого ввели пристегивающуюся меховую подкладку и меховой воротник. В 30-х годах специальное обмундирование активно использовалось во всей Красной Армии. Его носили летчики, танкисты, автомобилисты. В какой-то мере спецодежда стала заменять отдельные предметы военной формы. К примеру, образ летчика тех лет в первую очередь ассоциируется со специальным обмундированием и только во вторую очередь с военной формой. В конце 20-х, начале 30-х годов Советский Союз добился впечатляющих результатов в производстве военной техники. В небе проплывали армады самолетов разных типов и назначений. Тысячи танков пылили по бескрайним порядкам. Большое количество техники, поступавшей в войска, повлекло за собой увеличение численности личного состава. При этом стала ощущаться нехватка как спецобмундирования, так и военной формы. В 1933 году на имя председателя Реф-военсовета Климента Ворошилова поступил доклад от командующего войсками украинского военного округа Ионы Якира. В докладе сообщалось о проделанной работе по улучшению боевой подготовки. Был там и один пункт, касающийся спецобмундирования и военной одежды мото-механизированных частей. Личный состав, как красноармейский, так и командный, непосредственно работающий с материальной частью, на сегодняшний день не имеет спецобмундирования кожаного, брезентового и летних комбинезонов. Мой последний смотр большинства мото-мех частей округа произвел самое неблагоприятное впечатление по внешнему виду. Шинели замасленные, пропитанные бензином и грязные. Положенное обмундирование на два года превращается в негодность через 6-8 месяцев. С этого письма и начались дальнейшие изменения в военной форме. Ознакомившись с докладом, Ворошилов дал указание в срочном порядке решить вопрос. В апреле 33-го военно-хозяйственное управление начало разработку мер по улучшению вещевого снабжения танкистов. Помимо увеличения количества выпускаемой одежды, для командного состава мото-механизированных частей была предложена отдельная форма. Узнав о таком положении дел, авиаторы тоже захотели получить новую одежду. Все эти нововведения начальник военно-хозяйственного управления Петр Ошлей обосновал общим культурным ростом начсостава армии и необходимостью улучшения внешнего вида командира. Получив одобрение от руководства страны, военно-хозяйственное управление приступило к разработке новой формы. Как обычно рассматривали различные варианты. И вновь чаша весов склонилась на сторону зарубежных образцов. В 1934 году были там взаимные визиты, то есть с французами дружили и влияние даже в формы одежды произошло. То есть очень многое позаимствовали. В частности форма одежды была практически срисована с французской. В 1934 году после окончательной доработки проектов командному составу военно-воздушных сил и автобронетанковых войск утвердили новую форму. Танкисты получили одежду стального цвета, а летчики темно-синего. Различий в покрое одежды практически не было. Отличались только обшлага рукавов. У танкистов они были прямые, а у летчиков заостренные. На зимний период была предусмотрена двубортная шинель. Одним из новых предметов одежды, утвержденных в 1934-м, была пилотка. Этот головной убор появился еще в авиационных отрядах царской армии и назывался он поначалу складной шапкой. Но так как носили этот головной убор пилоты аэропланов, за ним закрепилось название «пилотка». В сложенном состоянии ее было удобно положить в карман или заткнуть за пояс. При этом ее внешний вид не портился. В Красной армии пилотка не прижилась. После революции ее носили курсанты военных училищ, правда, недолго. Но в 1934-м решили вернуться к этому предмету обмундирования, что и было сделано. Сами летчики встретили пилотку с одобрением, поэтому в авиации она появилась с поразительной быстротой. Зрители первомайского парада 1934-го года могли наблюдать летчиков в военной форме старого образца и в новых головных уборах. Вместе с новой одеждой для военно-воздушных сил и автобронетанковых войск разрабатывались и проекты по улучшению формы для всех остальных родов войск. Но все эти улучшения, помноженные на численность сухопутных сил Красной армии, были слишком затратные. Их реализацию отложили до лучших времен. Да и внимание руководства страны было сосредоточено на другой проблеме. В 1935-м году начальствующему составу вместо служебных категорий предполагалось ввести персональные воинские звания. К середине 30-х годов начальствующий состав Красной армии пришел с весьма сложной системой различий по персональным служебным категориям. Эти категории обозначались цифрами и кодом специальности, что значительно усложняло обращение к военнослужащему, его представление вышестоящему начальнику и несли предельно мало информации. Еще одной причиной, которая послужила поводом для отмены служебных категорий, было укрепление профессиональных основ военной службы. Как заявил нарком обороны Ворошилов, введение военных званий это один из лучших стимулов скрепления и цементизации кадров. Отныне в армии ничего случайного, временного, неустойчивого не будет. Каждый работник будет знать свой служебный путь. 26 сентября 1935 года вышел приказ, согласно которому командному составу Красной Армии вводились персональные воинские звания. Они знакомы нам и по сей день лейтенант, капитан, майор, полковник. Все должности, которые мог занимать военнослужащий, получили четкое соответствие званиям. К примеру, капитан сухопутных войск мог занимать должность командира роты, а в военно-воздушных силах звание капитан соответствовало командиру отряда легкой авиации. Введение персональных званий повлекло за собой некоторые изменения и в знаках различия. В декабре 35-го вышло постановление Совета Народных Комиссаров, согласно которому геометрические фигуры на петлицах стали указывать не должность, а конкретное звание военнослужащего. В дополнение к петличным знакам военно-политический состав был обязан носить на рукавах красные звезды. А командному составу на рукава добавили шевроны-угольники. К примеру, два прямоугольника на петлицах и два угольника из красного сукна на рукавах обозначали звание майор. Командир бригады носил один ромб на петлицах и один золотой угольник. Высшим званием командного состава РКК стало звание маршал Советского Союза. Аналогом этого звания в древолюционной России было звание фельдмаршал. Но маршал Советского Союза было более родственно званию маршал Франция. Человек, который ухаживает за лошадью. Такое значение имело слово маршал во французском языке. И хотя Климент Ворошилов за лошадьми не ухаживал, именно он стал первым маршалом Советского Союза. На этих кадрах кинохроники хорошо видны маршальские звезды на воротнике. После введения персональных званий руководство Советского Союза решило полностью закончить реформу обмундирования, которую начали в 1934 году. Поэтому вместе со знаками различия утвердили и новую военную форму для всей Красной Армии. Зимняя повседневная форма одежды начальствующего состава состояла из буденовки, двубортной шинели, суконной гимнастерки и брюк бриджей. Вместо зимнего шлема разрешалось носить фуражку. Кавалерии и конной артиллерии полагалась однобортная шинель существующего покроя. Летняя повседневная форма одежды состояла из хлопчатобумажной гимнастерки, бриджей и фуражки. В качестве рабочего головного убора полагалась пилотка. Вместо гимнастерки начальствующий состав военно-воздушных сил и автобронетанковых войск мог носить открытый френч с белой рубашкой и галстуком темного цвета. Если начальствующий состав военно-воздушных сил и автобронетанковых войск не был задействован на строевых занятиях и военных парадах или находился вне службы, он имел право носить открытый френч с брюками на выпуск. Для начальствующего состава остальных родов войск утвердили закрытый френч с брюками на выпуск. Немного проще дела обстояли у рядового состава Красной Армии. Во многом общий вид красноармейца остался прежним. Основными цветами одежды остались серый и цвет хаки. Но у танкистов все предметы обмундирования имели стальной цвет. Для летнего периода предусматривалась хлопчатобумажная гимнастерка и шаровара. В качестве головного убора фуражка или пилотка. Для зимнего периода была утверждена однобортная шинель установленного ранее покроя. Под нее надевались летняя гимнастерка и темно-синие шаровары. В качестве головного убора по-прежнему использовалась буденовка. Большая часть изменений в одежде рядового состава была направлена на улучшение покроя и устранение отдельных недостатков. К примеру, была возвращена планка, закрывавшая пуговицы. Также на гимнастерку и шаровары стали нашивать налокотники и наколенники. Они усиливали участки, наиболее подверженные износу при стрельбе из положения лёжа. Интересно, что слово гимнастерка впервые официально появилось в нормативных документах 35-го года. Изначально гимнастеркой называли так называемую гимнастическую рубаху, которая появилась в русской армии. В дальнейшем это слово пристало к самой хлопчатой бумажной ткани, употреблявшейся на пошив гимнастических рубах. И неофициально употреблялась применительно к летней рубахе довольно длительное время, пока постепенно не стало встречаться в регламентирующей документации, вследствие чего к 1941 году гимнастеркой называли и летнюю, и суконную рубахи. По сложившейся традиции итогом проведенной реформы стали очередные правила ношения. Их утвердили в 1936 году. Правда, ничего принципиально нового в них не было. В большей степени они регулировали ношение разнообразной одежды начальствующего состава. «С MARTINI» «Роман» 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 «Белый керрии» ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 30 ноября 1939 года началась война с Финляндией, которая продолжалась 3,5 месяца. Боевые действия в условиях суровой зимы стали серьезной проверкой для Красной Армии. Испытанию подверглась не только военная техника, но и военная форма. Эта зимняя война показала несовершенство отдельных элементов обмундирования. Также много нареканий поступало в адрес знаков различия. После окончания войны, весной 1940 года, создали комиссию. Она должна была разработать меры по улучшению военной одежды. Что же требовалось изменить? Чем были недовольны красноармейцы и командиры? Самые большие нарекания поступали на Буденовку. Она плохо грела и демаскировала военнослужащего своим заостренным верхом. Поэтому первым предметом, направленным на утверждение Совету народных комиссаров, был новый зимний головной убор – меховая шапка. Этот предмет одежды известен и по сей день под названием шапка-ушанка. В апреле 1940-го новый головной убор был окончательно утвержден. А вот история знаменитой Буденовки на этом закончилась. Ее сняли с производства и разрешили донашивать до октября 1941 года. Летом 1940-го внесли изменения и в знаки различия. Среднему и старшему командному составу вместо красных шевронов-угольников ввели более заметные золотые с красной отделкой. Одной из причин такого решения было то, что красный цвет плохо виден на рукаве. Итогом дальнейшей работы комиссии стало появление целого списка мер по изменению формы одежды на мирное и военное время. На основе этого списка в январе 1941 года вышло постановление за подписью Сталина и Молотова. Это было достаточно обширное постановление. Оно включало в себя 17 пунктов. Вот только некоторые из них. Снять со снабжения Красной Армии открытый френч для воздушных и автобронетанковых сил. Установить для всех родов войск и служб для ношения летом и зимой единый цвет обмундирования на мирное и военное время. Взамен фуражки младшему начальствующему и рядовому составу ввести на снабжение основным головным убором суконную пилотку. Были в списке и пункты, касающиеся теплой одежды для военнослужащих. Внимание уделялось и рациональной носке обмундирования. Все изменения планировали притворить в жизнь к концу 1942 года. Но к намеченному времени этим планам не суждено было сбиться. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она внесла свои коррективы в дальнейшее развитие военной формы. Великая Отечественная война 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 Продолжение следует...